Всем привет, это канал Красного Герцога, и мы продолжаем выживать в морозной пустоши с игрой Frostpunk, дополнение On The Edge. Ну и прежде чем мы начнем, хотел бы пригласить вас в группу ВКонтакте, Лига выдающихся летсплейщиков. Ссылка на группу будет в описании. Группа объединяет начинающих летсплейщиков и их зрителей. Новости игр индустрии, записи прохождения игр, как популярных, так и нишевых, последние новинки и нестареющая классика. На любой вкус и цвет. Приходите к нам, у нас интересно. Ну и конечно печеньки. Также не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и обязательно подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Спасибо. Так, ну у нас на повестке дня, значит, дорога до лагеря у корабля, чтобы получать древесину регулярно и без проблем. Вот, кстати, у нас можно выключить кухню. Пока нет еды и не предвидится. Что еще? Поставок пока нет, хотя у нас достаточно много подъехало древесины, но у нас нет стали. Сейчас мы закончим обогрев. 84 сколько? Нет. А, вот, при скорости исследования, да, 100%. Так, при скорости исследования 100% у нас, значит, 11 часов, значит, да, доучим до конца дня сегодня отопление. Это хорошо, можно будет его включить и, соответственно... Включить шахту. А, густо, почему я все время хочу назвать шахтой? Склад. Что случилось? Развитчики достигли цели костяная роща. Скорее всего, это роща, в которой мы когда-то нашли человеческие останки. Потревожный покой. Среди пней замерзших деревьев разбросаны десятки человеческих костей. Большинство из них обглодано дикими животными, которые их и выкопали в отчаянных поисках пищи. Мы похороним их. Это все, что мы можем сделать для этих несчастных душ. И забираем 32 древесины. И на этом исследование... Исследование морозных пустошей завершено. Больше здесь ни черта нет. Окей. Пошли домой. День и 8 часов. Ждем сталь. Сталь ждет исследований. Ускоряемся. По погоде у нас больных новых нет. Старые долечиваются. По температуре все отлично. Но у нас уже, я смотрю, начинает просаживаться уголек. Лагерю корабля. Это не ваша проблема. Но раз уж мы теперь союзники, мы подумали, что вы захотите высказаться. Некоторые из нас, люди, которым мы доверяли, оказались убийцами. Видите, они все-таки сами разобрались без нас. Естественно, мы больше не хотим иметь с ними ничего общего. Но мы через многое прошли вместе. Нам кажется, они заслуживают шанса на выживание. Они согласились уйти добровольно, если мы дадим им снаряжение и припасы. Так изгнаний будет меньше походить на смертную казнь. Поможете нам все это подготовить? Вообще, я считаю, что они должны остаться. Потому что, ну, извините, убийцы и убийцами, они были там. А здесь-то они жили, выживали и ничего. Но, с другой стороны, зная эту игру, я не удивлюсь, если она подсунет какую-нибудь подлянку потом. Встретить это наш практически единственный источник древесины. И вряд ли это приведет прям к уничтожению всего. Еще очень раздражая. А, вот, 59. У нас есть. Здесь можно посмотреть уровень отношений, да? Давайте они должны остаться, ребят. Это несправедливо. Вот если бы они в вашем обществе кого-то убивали, это было бы другое дело. А так... Ну, не особо он не упал уровень. Забавно. 47. А, это количество, господи, это не это. Количество уже отношений. Не отношения, я торможу. Количество населения в поселении. Население в поселении, да. Ну да. Так, да, ускоряем, крутим. Давайте чуть-чуть осталось. 97, 99, 100. Все, мы выучили технологию улучшенных обогревателей. Включаем. И смотрим, что у нас будет с температурой. Что-то он не торопится. Ноль должен быть. Почему не меняется температура? Ничего не... О-о-о, прохладно. Низкий риск сболеть. Отлично. Работаем, братья. Давайте, вкалываем. Вкалываем. Нам нужна сталь. Так. Главное, вовремя я включил. 75 древесины у нас осталось, да. Здесь 50. Он хватит на второй этап. На второй этап хватит, но нужно будет на третий. Можно еды послать ребятам, да. Или сталь подождем, и на лазарет отправим вот. 8, 10, 75. Обещание выполнено. Отлично. Надежда еще немножко подросла. У нас теплый. Сейчас вообще будет прям жарень. Нет, давайте сначала все-таки все-таки, все-таки, все-таки уровень возьмем дороги. Давайте построить дорогу. Поставим себе задачу на этот, как бы, серию. Вторую дорогу построить. А там поглядим. Вот тут, кстати, еще деревца-то. Ну, что бы я их тоже мог бы покосить. Но нет, нет. Жестко, конечно, нас в этой серии ограничили, но... Но так уж и быть. Куда деваться? Грузы не ходят. Эти стоят там без дела. Я могу уголь спрятать. Ну, давайте, да. Делать нечего. Отправим. Нам нужна древесина. Хотя бы 75. Еще нам нужна еда. Черт. Черт. Это тоже нужно. Я сейчас разорвусь. Еще деткам надо там помочь тоже. У них там все плохо. Хотя бы ремонт домов. Она мне за это угля подгонит. Блин, блин. Бешное количество стали они требуют. Так. Мне нужно еще где-то взять... А, я могу инженеров поставить. Или нет, не могу. Здесь инженеры... А, нет, есть. Да, давайте. Инженеров подгоним. Повысим эффективность немножко. Все. Устроим. Зона расщелена. Сэр, пока мы разведывали территорию для безопасного маршрута к лагерю корабля, один из нас чуть не свалился в расщелину. Мы изучили окрестности и обнаружили, что вся территория, к сожалению, крайне опасна. А можно построить мосты через расщелину, чтобы продвигаться было безопаснее. Или просто поставить предупреждающие знаки. Надеемся, пока люди смогут их заметить. А нахрена вы вообще в горы полезли? Вы ж до этого шли... У меня недостаточно ресурсов. Ну, что делать? Поставьте знаки. Вы ж вот здесь, внизу прошли-то. Вон у нас дорога идет по низу. Че? А здесь, я так понимаю, теперь они будут периодически падать. И некоторые отряды, ну, в смысле, поставки до нас не будут доходить. Вот прям филеем чувствую, что именно так и будет. Ладно. Так, теперь мы купим тогда, наверное, E, наверное, E, на... А первым делом на патруль. То есть 50 древесины. Ждем, когда от нас приедет древесина, да? Или же подожди. Нет, пайки я сейчас отправить не могу. Лазарет могу отправить. Паровая лесопилка. Ремонт домов. Блин, столько всякого надо, но пока ладно. Пока так оставим. Так, а между тем у нас сейчас будет потепление. Можно будет печки понизить температуру в печке. Так, нам едет еда, к нам едет лес. Это хорошо. У нас есть три инженера. Это тоже неплохо. Пошла жара. Целых плюс 50. Прям аж вода потекла с экрана. Все, можно в море купаться. Тут опять чередование тепло-холодно. Так, давайте печки понижать. Так, строят ряд на месте. Подожди. А хотя, чё жди, у нас же. Подожди. А не автоматом, что ли, переключились? А, это было выключено. О, точно. Я вспомнил. Она так и мы ее так и не включили. Ну и как бы то, что еще немножко напрягает в этом дополнении, да, это то, что нету, собственно, ограничения, да. То есть, ну вот мы построили, все, дальше строить никуда не надо. То есть, идет чисто менеджмент ресурсов. Туда-сюда-обратно. Так, 50 лес. Больше ничего. Это как-то немножко, ну... Ну, как-то это немножко не то, что я ожидал от градостроительного симулятора, да. Ну, хотя бы... Хотя, в принципе, ничего так. Ничего, мне нравится дополнение. Лагерь к кораблю доехал, лес приехал. Отлично. Лес приехал, строим. Все сработано по плану, построили. И теперь... Ну, насколько я понял, все, дорога построена. Или сюда еще надо довести? Нет, сюда не надо. Дорога построена, да, все. Идем обратно. Оп. Боезопасный маршрут готов. Теперь добираться из поселения в поселение стало намного быстрее. И мы можем помогать друг другу в экстренных ситуациях. С этого момента мы будем высылать вам грузы с ресурсами через день. Отлично. Нас всех ждет светлое будущее. По 100 единиц древесины через день. Отлично. Все. Хоть как. У нас еще выросла надежда. Это хорошо. У меня есть 50 древесины и 80 стали. Я могу, как я уже говорил, совместный патруль организовать. Еды нам это, к сожалению, не пред... Или предоставит. Я что-то провафлил. Закончилась древесина у нас. Все к нам едет, правда. Крутим ускорение. И ждем у моря погоды. Так, надо что-то... А, ну вот опять пошла вверх. Уголек. Так, неудобная правда. Сэр, наши люди, которые ликвидировали последствия извержения гейзера в горячих ключах, обнаружили, что виноваты в нем, скорее всего, мы. Видимо, мы потревожили подводное течение, когда чинили насосы. Некоторые местные уже считают, что извержение природы наказало нас за то, что мы принесли в горячие ключи технологии. Что делать? Возложить кляну на гейзер или сознаться и попросить... Прощение. Благосклонность упадет до нуля, но они обрадуются. Да они и так нам не лояльны, в общем-то. Но врать не будем. Давайте признаемся. Будем честными. И проиграем. Ну, надеюсь, нет. Благосклонность низкая. А, отношения дружелюбные. Вот, наоборот. А благосклонность низкая. Ну, мы вас сейчас задобрим чем-нибудь. Что-нибудь нам приедет, и мы вас чем-нибудь задобрим. Так, кухня. Через час двадцать три. Да, можно включить кухню. Немножко даже вот так сделаем. И детишков поставим вкалывать. Чтобы они успели всю еду переработать до ночи. А я, соответственно, смогу понять, что я смогу с этой едой сделать. И смогу ли вообще. И подумать над тем, не стоит ли нам построить склад все-таки. Успеет до восьми. Да, успеют закончить до восьми. Пять, три, один. Готово. Все. Возвращаем смену обратно. Выключаем. Дети идут спать. Все. А-р-о-шо. Двести пятьдесят три. Вообще, да, можно. Я все-таки скину им пищевые пайки. Пусть подкормятся детишки тамошние. Немножечко. А завтра мы запросим. Отлично. Вот, вернулась экспедиция. Ну, что, ребят, вас только распускать. Все, вы мне не нужны. Все, что можно было, мы осмотрели. Жаль, конечно, что такое ограниченное количество точек. Хотя, вообще, их много. Ну, ладно. Распускаем. Еще сорок. Древесины. Распустились. Вот. Распустились. Да, это я не туда нажал. Так, у нас семьдесят два единиц. Семьдесят две единицы. Так, ну, слушайте, прекрасно. Мы можем еще немножечко еды стрясти, да? Тридцать плюс десять будет каждый раз. Двадцать. Эм. Сту двадцать, блин. Так, подожди, а здесь что? Здесь дрова. А детям что? Ремонт домов. Дети мне пока будут давать уголь. Уголь мне без надобности. Все-таки мне еда сейчас нужна. Сорок восемь ещет или шестьдесят-сто двадцать. Что там едет? Едет древесина, да? Ну, давайте удобное жилище пока сделаем. А здесь посмотрим, что мы можем улучшить. Снизить расход, расширить радиус. Ну, да, снизить расход надо пятьдесят. Здесь мне ничего не нужно. Здесь мне термоизоляцию поста добычи. Автопогрузчик. Вот что мне нужно. Автопогрузчик мне нужен. Да, мне нужен автопогрузчик. Пятьдесят древесины. Хорошо. Она к нам, в принципе, едет. Двое больных опять в экспедицию пошли? Нет, есть, пошли. Ну ладно. Есть, хорошо. Окей. Груст на месте, горячие ключи. Хорошо. Сталь копится. Как-то не очень быстро она копится почему-то. Резинный режим круглосуточный. А, нет, не стоит. Понятно. Восстановление идет. Так, приехали древишки. Строят ряд на месте. Ну, пока тоже можно распустить, насколько я понимаю. Да, дорогу до детей мы будем строить не прямо вот сейчас. Поэтому давайте мы его распустим. Поставим автопогрузчики на изучение. И поставим... Лазарет. Ну, давайте ремонт домов поставим. Вот так. Черт. Откуда у вас столько? Такие штык какой? Так. Извините. Это был непереводимый итальянский фольклор. Так. Лазарет. Санитарный пункт работает. Классно. У нас работает еще целый санитарный пункт. Значит, место есть. Как раз 15. Ну, что делаем? Теплый на улице. Чего вы все мерзнетесь? Нет. Понятно. Здесь они похолодало. Очень холодно. А почему? У нас разе минус 50. Почему очень холодно? Было-то тепло. Эх, 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 эх. Это плохо. Я рассчитывал. Вообще должно быть плюс один. Чуть-чуть я перестал понимать, как оно функционирует. Странно очень. Очень странно. То есть, сейчас 50-й плюс. То есть, мы смотрим, цифры да очень холодно. Плюс один. Плюс один это очень холодно. А теперь... А теперь приемлемо. Я не понимаю, как это функционирует. Абсолютно не понимаю. Или типа они, когда смена заканчивается, они обогреватель выключают, несмотря на то, что здесь стоит галка включена, что ли? Ну, здесь только так. Жарит. Все заполыхало прям. Да, да, да. Видимо, несмотря на то, что галка стоит, на ночь они его выключают. Если не работают. Тогда понятно. Тогда ладно. Тогда окей. Так, тогда нам нужна кормежка. Вперед. Делайте нам пайки. Опять же... Груз на месте в детской шахте. Все, пайки доделали. Закончили. Выключаемся. Расходимся. У нас три инженера, 15 рабочих. Лазарет можно закрыть. Точнее, не лазарет, а санитарный пункт. Вот этот можно закрыть. И, наверное, е, наверное, е... Так, детскую шахту можно отправить. Пять инженеров для базовой медицины. Или покопить 120 стали до новых насосов, чтобы увеличить количество жрачки. Или... Паровая лесопилка на древесину. 75-2. Придется добывать. Сейчас еще переключаться на этот... Как он называется-то? На добычу этих паровых ядер. Раздельное жилье. Нет, подожди. Сейчас сделаем по-другому. Доучим технологию. И определимся тогда. Вот. Значит, это мы изучили автопогрузчики. Еда, здоровье. Так, протокол лечения, ускорение лечения. Хорошо. Отопление. Наверное, все-таки вот это. Вот возьмем. И вот теперь мы решаем, куда чего. Блин, а легче-то не стало. Легче-то не стало. Давайте отправляем медиков вот так вот. Вот так вот. И... Где у нас... Высокая лояльность. Переговоры. Давайте попросим у них... Древесина. Древесина. Подкинь нам немножко древесины. Ускоряемся. Так, что у нас тут на шахте-то теперь? 150-12 штук. Ну, 15 процентов-то такое. Да, понятно. Ладно, сегодня отдохните. Недовольство нулевое. Чрезвычайная смена. У кого-то... Вот где-то у меня все-таки осталось. Чрезвычайная смена. Ну, как я теперь найти, блин? Чрезвычайная смена. 12-часовая. Она отменена. Здесь и так оно круглосуточно работает. Нет, подожди. Она где бы ни была, она бы закончилась. Это, наверное, остатки от этой. Ну, ладно. Так. Так, из законов нам по-прежнему ничего не надо. Больные лечатся. Тут все греется. Все в целом, опять же, хорошо и приятно. Сейчас, правда, похолодание будет. И приятно станет немножко меньше. Ну, да. Древесина едет. Еда не едет. Ладно. Ждем. Даже, наверное, быстро ждем. Девять больных. У меня инженеров не осталось. Ну, три человека, не в счет. О, еда пошла. Через 11 часов. И приедет к нам 55 еды. Ну, неплохо. Детская шахта доставил. Говорит, чудное утро. Мы готовы к новому дню. Все прям пышут энтузиазмом. Какая прелесть. Так. Детская шахта. Благодарим за высланных медиков. Увы, коек пока меньше, чем больных. И мы замечаем, что самых маленьких обычно оттесняют конец очереди. Можно приказать медикам начать с самых тяжелых пациентов. Или же дети организуют очередность сами. Если мы начнем с самых больных, то медицина улучшится. А вот шахта будет недовольна. А если сами разрешим организовывать, они будут рады. Но насчет улучшения медицины не факт. Поэтому мы начнем с самых больных детей. Вот. Так вот вам, ребятки. Благосклонности так у вас высокая. Никуда вы от нас не денетесь. А у нас пошел жесткий минус. Врубаем второй уровень обогрева. Вот. Везде и всюду. Кроме, я помню, да. А потом, с той, с которой я начал, надо будет отключить обратно. Так. 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 Вот. А вот здесь не обязательно. Так. Пошел народ работать. И в целом, в общем-то, нормально. Да? Ага. Ага. Везде, где надо тепло. В остальных местах не очень холодно. Хорошо. Прохладно. Ну, отлично. Отлично. Работайте, ребята. Так. У нас есть древесина. У нас есть сталь. Нам нужны... Больше. Нам нужно больше стали. Или пять рабочих. Да? На четвертый уровень помощи. Не, давайте сначала с насосами разберемся. Да? Пока сталь есть, наверное, давайте переключимся вот на этот режим. Да. Так. Что такое? Нью-Лондонцы идут. А-а-а. Сэрх, нам приближается большая группа людей из Нью-Лондона. Мы не знаем, что им нужно, но, вероятно, это карательная экспедиция. Приближается момент истины. Это будет настоящая проверка на решительность. Так, хорошо. Где там? Вон они чешут. Груз отправляет он. Ну-ну. Десять часов. Посмотрим. Посмотрим. Ну, мне что-то подсказывает, что это не карательная экспедиция, а беженца. Сейчас мне придется строить кучу домов. Так, где у нас куча домов? Да, вот наши дома. Есть место. Восемь. Семь, пардон, да. И еще семь. Четырнадцать. И еще восемь. Двадцать два. Тридцать два. Место до хрена, короче. Лады. Место до хрена. Мотаем. Так, набралось. А, ну да, я хотел. Нет, я хотел сто двадцать стали, да, на новые насосы. Или сюда. Дожди. Или сюда. Чуть у меня глаза разбегаются. Че мне надо? Мне надо все. В первую очередь мне надо еду сейчас. Но еда сейчас приедет. Вторую очередь не нужны вообще по насосу, блин. Так, восстановление угольной шахты. Она пришлет нам угля. Горные инструменты. Отпираем им новые. Сорок и двадцать. Самая дешевенькая. Да, материалы для достойного жилья. Дирекция шахты. Т-н-т-н. Ну, давайте инструменты им отправим. А сюда отправим вот... Бля, раздельное жилье. Подождем до восьмидесяти. Вот. Ну, а, не то, не те восемь весят. Вот так. Вот так. Ты-ды-ды-ды-ды-ды. Так, через три часа. Кухню включаем. Пауза. Включаем кухню. Что ты хочешь сказать? Странный вредитель. Наши дозорные поймали старика, который пытался заткнуть парапровод. Мы не знаем, зачем он на это решился. А в последнее время он вел себя странно. Так что, возможно, у него с головой не все в порядке. Но нельзя исключать и нью-лондонский след. В любом случае, просим помиловать его во имя мира и гармонии между людьми. Тюрьма его. Дом. Благосклонность впадет до нуля. Горячие ключи будут недовольны. Отпустить. Недовольствие немного выбрали. Ну, отпускаем. Ладно, хрен с ним. Я думаю, раз уж все знают, что он диверсант, то будут как-то поосторожнее. Я надеюсь. Так, дерево и уголь к нам приведут уже сильно после нью-лондонцев. Улучшенное тепло-топливо сжигание. Так, хорошо. Можем что-нибудь еще взять. Повышение обогревателя. Меньше угля. Да. 40. Вот вообще, что возьмем. Когда у нас будет для этого ресурс? А ресурс нам сейчас 6 стали всего дают. Ой-ой-ой. Мало-мало-мало. Ну, ладно. Так. Так. Идет нью-лондон. Идет нью-лондон. Это будет эпическое сражение. Опять нужно сталь. Опять нужно сталь. Давайте еще чрезвычайную смену. Одну забахаем. Так уж и быть. Так. Приехала еда. А здесь мы увеличенную смену включим. Вот так вот. А вот. Давайте. Успевайте, пожалуйста. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. 0. Склад почти забит. Кстати, еды. Надо строить склад. А мы, кстати, строили склад. Правильно? Правильно. Для угля. И. Так. 42. Да. Можно сокращать. Вот так. Один больной. 20 минут. Стоп. Понижаем скорость. Даже, наверное, давайте сохраним. Мало ли. Мало ли. Сохраним. И. 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 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Приехал новый Лондон. Мы должны им помочь. Бедняги. Это кто голодает? Конфликт. Нью-Лондон. Ну я же говорил, беженцы. Это не карательная экспедиция, это обычные люди. Они просят о помощи. Мы сбежали из Нью-Лондона, где царит голод и хаос. Там все разваливается. Медицина, поставки угля, даже генератор. Руководство просто переругивается о том, что делать, но все стоит на месте. Прошу, помогите нам. Вы наша последняя надежда. Некоторые из наших людей узнали в них своих родственников. Они обнимаются и ведут их домой. У нас нет выбора, мы должны их принять. Ну разумеется. Так, из Кока-Ку Шоблы приехало 25 бальных человек. Ну отлично, жилье есть всем. Это сразу хорошо, да? И теперь нам нужно открыть лазареты. Санитарные пульты. А он у нас один не открыт. В смысле, это ни один не открыт. А мы можем, в общем-то, открыть один. Это у нас будет 15 минус 2, да? Я боюсь, у меня хватит только на 2. Да и то не полностью, да. У инженеришков-то не хватает. У лазарета остается надежда, что скоро очистится. Хрен там. Вот я много хочу чего сказать. Разного и неприятного. Но не буду. То есть в этот раз, как видите, они переключились. Новые поступившие идут сначала в лазарет. А здесь, кстати, никто не идет сюда. Что-то они все только идут на лечение. Ну и ладно, хорошо. Так, что здесь? Нью-Лондон. Аванпост 11. Мы слышали, до вас дошли несколько наших горожан. Большинство из того, что они говорят, правда. Урожай погиб. Возник дефицит еды. Пришлось добавлять в нее опилки. Да мы так и живем. Затем возник дефицит рабочей силы. А потом генератор дал сбой и все вышло из-под контроля. Чтобы предотвратить панику, мы попытались скрыть масштабы трагедии. Поэтому вам и не рассказали. Нам срочно нужны люди и ресурсы. Отношения у нас в последнее время ухудшились. Но все-таки очень просим нам помочь. Нельзя допустить, чтобы Нью-Лондон пал. Мне надо подумать, да. Так, решите судьбу. Посоветуйтесь с теми, с этими и вот с этими. Отправьте ответ Нью-Лондону, да? Хорошо, мы так и сделаем. Но раз уж у нас так стоит вопросом ребро, ребро вопросов. Дайте посмотрим, во-первых, как у нас среднее дружелюбное. Высокий нейтралитет. Среднее дружелюбное. Ну что ж, да, мы посоветуемся обязательно, да? По этому вопросу. Но сделаем это уже в следующей серии. А на этом на сегодня все. Всем спасибо и пока. Если вам понравилось это видео, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Ну и оставьте комментарий по возможности, потому что мне очень важно ваше мнение и конструктивная критика. Спасибо. Спасибо.